здравствуйте уважаемые подписчики и зрители сегодня расскажу значит отвечу на вопрос своих подписчиков которые мне задали итак один из моих подписчиков спросил как настроить радио на этой магнитоле ну для начала я расскажу самых азов то есть я проживаю в кировской области то есть для каждой области fm диапазоны свои вот я для примера взял телефоне вот сейчас фокусируется вот вот видите fm чистота и радиостанция для каждого региона своя будет чистота но если ответственно радио не все будут ловиться вот я как бы для себя выделил какие ну какие вообще у нас есть радиостанции в кировской области исходя уже вот из этого списка будем настраивать радио и так так на магнитолку сфокусируемся ну ну давайте я за звук включу до момент сейчас играет у меня флешка но для того чтобы настроить радио нужно нажать кнопочку радио вот видите это у нас с вами fm диапазон это мегагерцовый диапазон это килогерцовый диапазон но мы выбираем с вами этот fm диапазон я вам даже настроен но у машины которых он настроен там просто больше варшание в колонках и так чтобы настроить смотрим списке диапазон переплорим давайте вот для примера возьмем найдем вот диапазон вот например авторадио 103 4 до что для этого нужно сделать шайбочка крутим ее видите и меняется частоты так значит у нас авторадио 103 4 перед как каждые пять сотых меняться вот идем до 100 34 вот дошли и предположим на надо сохранить на какую-то из этих вот шести предложенных кнопочек чтобы сохранить на кнопочку надо просто зажать эту кнопку все слышали соответствующий звук то есть вот именно это радио сейчас будут на 6 кнопочки вот например 4 выключаем то обратно вот авторадио сейчас на 6 кнопочки и точно так же для всех остальных кнопочек например вот хотим найти мы радио этот как рио про плюс это 102 и 2 вот выбираем 102 и 2 и опозон вот он у меня настрой волне как бы он забит уже давайте делаем на 1 нажимаем кнопку 1 все сейчас он на 1 тоже стал послушаем играет ну вот таким вот нехитрым способом у нас настраивается радио на такой вот магнитоле другой моде подписчик спросил а вот ему понравилось что я забронировал автомобиль он спросил что за пленка использовалась для бронировки автомобиля и каким образом она клеится я съездил к знакомому который этим занимается сниматься он не захотел поэтому просто с ним побеседовал и он мне рассказал значит пленка называется у меня полиуретановая ультравижен вот такое не использую а технология нанесения этой пленки поверхность они предварительно зачищает вода шампуня то есть эту поверхность полностью они просто прочищает и используют еще так называемую глину автомобильную чтобы она еще сильнее прочистила поверхность я не знаю всех тонкости правда как это и что что в этой глине содержится именно автомобильной но вот это не используют а потом просто берут пленку накладывают и она как бы наклеящаяся основой с одной стороны клеящая основа другая просто пленка вот клеящаяся основа они наклеивают на элемент и обрезает уже в данном случае на капоте как это сделано вот видите здесь так ну вот значит вот так вот таким вот образом заводят и приклеивают видите как бы разрезает ее на частички и заводят на капот но вряд ли ничего сложного нет но тут все равно нужен опыт вот так это по крайней мере делать с капотом с капотом посложнее а вот где-то просто элементы типа линия на крыше и вот под ручками и эти пороги делать конечно я думаю что попроще так что вот значит пленка полиуретан ультравижен готовим поверхность зачищаем ее мыльным раствором или шампунем плюс обрабатываем какой-то автомобильной глины я думаю в интернете можно будет найти что-то из себя представляет что за глина такая интересная а потом уже клеится эта пленка и вырезается уже по форме той части на которую клеим еще кое-что очень интересное ну смотрел других видео на ютюбе но может вы не видели но вам покажу можно оказываться проверить какой заряд сейчас на аккумуляторе не используя при этом никакого специального прибора а используя просто магнитолу что ли этого нужно сделать нужно выключить магнитолу зажать кнопку ну как бы нужно включить магнитолу и сразу зажать кнопку меню что вам вот видите какой меню появилась диагностика радиомонитор парам и д давайте выберем диагностику монитор ошибки авто тест давайте монитор вот смотрим напряжение сейчас видите прыгает 13 раз половина 13 4 ну довольно неплохо здесь еще куда скорость автомобиля но мы сейчас не едем ноль соответственно слышу usb подключен статус сети 00 кнопка панели подсветка of выключена не знаю что то значит но всякий случай ничего здесь трогать не буду давайте выйдем так ошибки посмотрим ошибок нет авто тест ну какие тут авто тест происходит кнопки панели все короче все фон циклирует все в порядке вот такая вот еще интересная штука есть оказывается нас магнитольки радиомонитор что это а тут что-то тоже какие-то настройки менять не буду парам и д я тоже ничего менять не буду потому что боюсь что натворю вот такая интересная штука есть еще а мне вот еще интересно вот мы замерили с вами напряжение на заведенной машине давайте сейчас я заглушу и это же самое сделаем на машине которая уже заглушена то есть включили потом зажали кнопку меню так вот диагностика монитор ну да вот на заглушенном машине у нас с вами вот около 13 13 1 ну вот так и на заглушенном машине тоже можно померить напряжение на аккумуляторных клеммах вот такой небольшой лайфхак без прибора определить сколько напряжение сейчас на аккумуляторе кому понравилось пиши ставь лайк всем пока спасибо